Хареи Крошна, примите, пожалуйста, мои поклоны, уважаемые преданные. Большое спасибо, что дали мне возможность снова с вами встретиться, уже, похоже, в расширенном составе, в расширенном пространстве тоже. У вас на вырост место, и, похоже, здесь также балконы планируются, да, поставлены? Для полубогов, которые могут бросать цветы с балконов на преданных, которые сидят здесь, потому что говорится, что Шрилапрападам говорил об этом, говорится о Бхагаватам, что век Кали, великие полубоги, вдохновленные легкостью и эффективностью процесса предного служения в этот век, который за очень короткое время может любое живое существо, не только на живое существо, в человеческой форме жизни, привести к совершенству недостижимому или труднодостижимому в другие эпохи. Приходят, может, чуть-чуть поменьше. Да, приходят в этот век Кали и рождаются среди преданных для того, чтобы воспользоваться этой особой привилегией. Махараджи Парикшито, что уже последнее наставление дава ему. Он говорит о том, что человек, который просто старается в последние дни своей жизни помнить о Господе, соретачивает на нем свое внимание, достигает высшей обители. И в ответ на сомнения Махараджи Парикшито о том, как вообще возможно сосредоточить ум на Господе в момент смерти, потому что момент смерти непредсказуемо труден. Для человека возникает очень много препятствий внутренних и внешних. Человек может испытывать боль, смятение, сознание. Жизненные потоки приходят в возбуждение. И даже эти органы чувств, которые мы привыкли смотреть на Кришну, слушать о нем или помнить о нем, становятся неэффективными. И Хулашекара Махараджи в своей молитве говорит об этом. Кришна, отвади этого Панга же Панжаранган. Пожалуйста, позволь лебедю моего ума запутаться своей длинной шеей в стеблях лотосов твоих лотосных стоп. В стеблях твоих лотосных стоп. Очень красивая аналогия, потому что лебедям нравится резвиться в чистых водоемах, где растут лотосы, их не встретишь там, где собираются другие птицы, типа барон. И лебедям нравится резвиться среди этих лотосов, ныряя и своими шеями запутываясь в стеблях лотосов. И поэтому Махараджи Кулашекара молится Господу, говоря, пожалуйста, позволь мне моим лебедям моего ума запутаться в твоих лотосных стопах и не выпутываться из них никогда. Потому что если я буду дожидаться конца своего существования в этом теле, то может статься, что во время смерти все три души Вата, Пита и Капха придут в возбуждение, и я не смогу помнить о тебе. Поэтому позволь умереть мне прямо сейчас, пока я помню. Но в век Али, да, Махараджи Барикшит слушает в Шукадема Госавем последнее наставление, и он говорит, просто помни обо мне. Вернее, не обо мне, а о Верховном Господе. И в ответ на его сомнения, там, как это возможно, невозможно же гарантировать, когда и в каком состоянии, в каких обстоятельствах я умру. Особенно в наше время очень сложно предвосхищать или предугадывать такие события. Людям в прежние времена обезло больше, потому что они могли гарантировать, что по крайней мере не умрут в автокатастрофе, какой-то смертельной болезни, распространяющейся по всему миру, от каких-то техногенных или прочих катастроф. Было более-менее понятно, как они умрут. Да и то. Были случаи всякие, в самых неожиданных обстоятельствах, когда так ромайна начинается с неожиданной смерти Махаража Парикшит высказывает сомнения на счет того, что можно гарантировать уход из этого мира в благоприятных обстоятельствах. На что Шукадево Госпами говорит ему, даже просто ты, если стараться будешь помнить о Кришне, с просто одним усилием пометований о Господе, Господь вдохновленный и удовлетворенный таким желанием помнить о Нем, сам откроет тебе совершенство, и сам тебя к этому совершенству приведет, потому что Он повелитель материальных духовных номеров и может сделать им возможное возможным. И затем в следующем стихе Шукадево Госпами произносит этот знаменитый текст из описывающей Векали. Он говорит, что самый лучший способ помнить о Кришне и гарантирует, что мы сможем вспомнить о Неме в момент смерти, это Калердоша Нидхираджан, астихья Камахаткуна. О, царь, от Векали особое благословение, потому что каждый, кто... Киртанат Эва Кришна, Сиямугда Санга Парамраджат, каждый, кто просто старается участвовать в воспевании Кришны, Его имени, качеств, деяний, Его славы, Его облика и также Его преданных, воспевание преданных, их славы, также входит в часть Киртана. Более того, оно еще более дорого Кришне, чем воспевание Его собственных имен. Все имена Его, как мы вчера вспоминали, связаны с какими-то преданными. И поэтому, по большому счету, воспевая имена Кришны, мы воспеваем также Его отношения с преданными, и каких-то конкретных преданных. Когда мы называем Его Нанда-Нанда, это Кришна по отчеству. Когда мы называем Его Ешода-Нанда, это по матери Кришна. И так далее. Любой Говинда, кто это? Какой это Кришна? Кришна, который знает, где коровы. Говинда, удовлетворяющий коров и чувств, гупал. Любой. Хари, имя Хари означает тот, кто крадет сердца Его преданных от чьи-то, что означает тот, кто... Его слово отчуто есть очень много значений. Словарное определение. Тот, кто никогда не падает от чьи-то, тот, кто никогда не отклоняется от своего положения. Но в отношении Кришны, Кришны, который иногда падает, потому что, как мальчик, маленький мальчик, сын матери Ешоды, он, когда делает первые шаги, он так же, как обычно, в один цепь падает и встает. Или для того, чтобы встать, он опирается на своего преданного. Причем не на плечо, как он делает позже уже, на более зрелом возрасте, а он держит на себе за хвост теленка. И потом теленок, понимая его желание быстро научиться ходить, или он научиться ходить быстро, начинает бегать у нас у нас Кришны, который волочится за ним по этому, по навозу, держать за его хвост. Кришна или, когда Господь Юшна приходит, в четвертой песне Бхагавата, описано, приходит на жертвое поношение Махараджи Притху. И чтобы благословить Махараджи Притху своим присутствием, он делает то, что не привык делать. Он обычно этого не делает, он все время находится на плечах Гаруды и с него не сходит обычно. Он просто находится там. Знаете, как какие-то важные люди могут не выходить из машины, они просто из машины дают указания. Или парад принимают, ездя в каком-то лимузине. Но Господь Кришна тоже, Он приезжая, прилетает на Гаруде, и Гаруду называют Гаруду Бхагаванство Татарам, Стобаш Чандамайя, Чандамайя Прабу. Он является воплощением всех вет, ведических гимнов. И поэтому Веды как бы являются носителем Господа Кришны, который на их плечах, как на Пиджан Гаруду, приходит в сердце опословленных живых существ, которые внимательно слушают слова Вед, читания Чаритамти. Говорится, для этого Веды существуют. Веды, Пураны, Техасы, чтобы вспомнить, помочь нам вспомнить и восстановить наши изначальные отношения с Кришной. Кришна приходит в их звуках. Но когда Он прилетел к Придху Махараджу, чтобы вдохновить Его и поблагодарить Его за Его преданность, то Он сделал то, что никогда обычно не делает Он. Сошел с плеч Гаруды и попытался встать на землю, но Ему было не очень привычно сходить по земле. Поэтому, чтобы не, так говорит Шилл Пупада, не потерять его на весе, Он оперся на плечо Гаруды и стоял, опершись на Его плечо, давая благословение Придху Махараджу и благословляя своими стопами землю, которая Ему предстояла царствовать еще долгие-долгие годы. Поэтому отчюта, но отчюта означает не то, что Кришна не падает, а то, что Он, Шилл Пупада в Багавадгите объясняет отчюта, означает тот, кто никогда не изменяет своим преданным. Преданные верны Ему, и это верность Кришне, главное качество преданных Кришна Эка-Шаранам, тот, кто всегда занимает сторону Кришны, тот, кто всегда помнит о Нем, полагается только на Него, думает о Нем, ставит Кришну в центр своей жизни. Разумеется, Кришна не сразу оказывается в центре жизни большинства из нас. Вначале Он где-то на периферии, где-то там вдали, потом постепенно мы замечаем его периферийным зрением какая-то неясная синева, когда Он возвращается из пастбища Вриндавана и обратно домой в Гакулу, то жители Вриндаваны, которые просто не могут жить, не увидев Его, и все это время, пока у нас сустав, стояли и ждали, когда Он вернется. и проклинали Солнце за то, что Он так медленно идет по небосклону, потому что, не знаю, стоит Солнцу коснуться горизонта, тогда Кришна сразу появляется. Чего ж ты плетешься в небодное Солнце? Скорее, закатывайся. А те, кто с Кришной в лесу, они ожидают от Солнца другого. Ты не закатывайся никогда Солнце, стой, где стоишь, не двигайся. И ему приходится сдвигаться со скоростью, среднюю скорость соответствующей коллективному пожеланию поведенных, как-то так, что всех это, похоже, очень руководители знают, примерно не в таком положении находятся, что нужно действовать так, чтобы все свести либо счастье всех к максимуму, либо неудовлетворение всех к минимуму. Как-то так. И вот, когда оно касается, появляется туча пыли на горизонте, и там сполохи синих отблесков, в центре, и жители знают, что эти сполохи указывают на Кришну, ждут, когда туча подойдет поближе к ней, туча, поднятая копытами коров окружающих, Кришну скрывающий его отзоров недостойных людей. В считании чередам этих говорится, что эти два типа тьмы скрывают Кришну отзоров недостойных людей, которые еще не готовы видеть его. Это тьма, ночная тьма, в которой Кришна проводит самые сокровенные игры во тьме. Видеешьу дурлабама, дурлабама адма бхакта, невозможно видеть его, приманжана, чхарита бхакти, велучина, только есть такие приборы ночного видения, которые могут видеть Кришну во тьме. Это особые глаза, умощенные бальзамом любви. Прабхатта давал лекцию на эту тему, и он пытался подобрать слово, которым переводят на английский язык то, что говорится здесь прямо анджина. Анджина означает, он пытался подобрать слово анджина, что-то анджина, и преданные подсказывали ему тушь для ресниц. Нет, не тушь, сульма, которая насрубляет глаза, и они становятся красивыми, очень большими такими, и мужчины, и женщины в ведической традиции использовались иногда этой. Сульма, он очень полезен для глаз, предохраняет от конъюнктивита и прочих болезней. Пожалуйста, проконсультируйтесь у врача, прежде чем применять судьбу самостоятельно. Должен оговорку сделать, я не врач. Я пропаду так говорил. И также она позволяет улучшить зрение и прямо анджина, когда этой прямой глаза у мужчины, тогда они могут разглядеть Кришну везде. Даже там, где он не собирался быть, преданные его умудряются разглядеть, и Кришне приходится там проявляться, потому что преданные же никогда не ошибаются, там же нигде не видят его, Кришне приходится проявляться. Там как Бархлада Махараши, когда Хиранья Кашипу спросил у него, где твой Бог в этой колонне. То есть он в тот момент хотел показать на какую-то часть пространства, и пока не знал куда. И объясняется, что в этот момент Нарасим Хадева проявился во всех местах, куда бы не мог показать, в каждом атоме, окружающем Хиранья Кашипу, так что куда бы не ткнул, он пальцем искал здесь он твой Бог, чтобы Бархлада Махараш мог сказать с убежденностью здесь, да, где бы, куда бы он не ткнул. Поэтому приятно, есть такой прибор ночного видения, они могут видеть Кришну в темноте Вриндаваны, когда Кришна проводит свои удивительные игры, также в темноте этой пыли дневная тьма и ночная тьма, тьма есть две видовида тьмы. Разглядеть его даже там они видят его везде, особенно в своих сердцах, куда он, как мы вчера говорили, проникает по пути слушания о нем глазами слушания может там оказаться. И поэтому его называют Ачюта, что означает он никогда не покидает, не предает своих преданных, никогда не изменяет им, преданные всегда принимают прибежище Кришна Аяка Шаранам. И Кришна отвечает им тем же самым, никогда не покидает их, никогда их не предает. Даже когда преданные какое-то время могут отклониться от преданного служения, такое тоже бывает, не только в наше время. И в Бхагаватам Господь Кришна, сам Бхагаватам говорит Удави в некоторых местах, говорит, что да, бывает так, что мой преданный в силу того, что он Анишвара, не может совладеть своими чувствами, умом отходит от пути преданного служения на какой-то момент. Он сходит с него так же примерно, как сходим и иногда, если поворачиваем где-то по дороге, мы едем и случайно делаем поворот не туда. Но если мы пользуемся системой GPS, что она делает? Она перестраивает наш маршрут. Куда бы ни повернули, она везде выводит нас снова. Нужно ехать туда. для Кришны и GPS задачу, но она всегда может вывести преданного даже самого темного, самого казалось бы неблагоприятного положения. Кришна никогда не забывает своих преданных и преданных как бы они не хотели забыть Кришну, его не могут забыть. Тоже в первой песне Шима Бхагава Гарда Муни говорит, отвечая на вопрос Меса Дева там, ну вот я не написал свои книгах, которые я составил не описал по слову чистого преданного служения и поэтому я сижу неудовлетворенный Шрила Прабхад объясняет в одной лекции, что Шрила Прабхад Шрила Садева удовлетворил всех своими книгами йогов и гьяни и карми кроме преданных. Преданным не дал того, чем они могут быть по-настоящему рады и поэтому сидел сам неудовлетворенный по этой причине. Если у можно искать ее причины в разных факторах, но это, наверное, самое главное. Первое, что мы должны спросить себя, одовольный ли преданный и доволен ли будет духовчитель и гуру паранфора моим служением. Делаю я достаточно для того сознательно, чтобы преданных порадовать. Является ли их счастье для меня более важным, чем мое собственное. Поэтому когда Нарадаму не объяснил ему причину такого уныния, он сказал ему, заставь, опиши же возвышенную славу Верховного Господа Утамашлоки. На что в Ясадео возникло смятение. Он понимал, насколько сложно это описывать Верховного Господа. Он уже в Веданто Сутре описывает непостижимость Верховного Господа. И в Упанишадах говорится, Господь это тот, от кого посрамленные возвращаются обратно, так и не познав его ум, разум и чувства. Непостижим. Так как же я могу описать его? Более того, их слова, как мы вчера говорили, тоже ссылаясь на Бутистанту Сарасваде, такой окуции, непригодный для того, чтобы описывать его. Это как попытаться написать какой-нибудь шедевр живописи, Монолизу, например, с помощью зубной пасты. Попытаетесь, не подходит. Зубной пасты и кухонной скалки. Неподходящие инструменты, смешно. Абсолютно не подходит одна набор этих инструментов для такой тонкой и изящной живописи. Точно так же все наши слова, сколько бы их ни было, там 300 тысяч лексикон или 400 тысяч языков, слов есть в русском словаре, в английском их чуть больше, но даже если бы было в 100 раз больше, они все равно бы не были призначены, пригодны, достаточны для того, чтобы описать славу Господу в духовном мире. Он по своей без причины милости проявляется в том, что мы пытаемся говорить о нем. Даже двустами словами может проявиться. Даже двумя словами Харикышна. Даже молчанием иногда. Предные молчат, как Шиман Бхагавата молчит, Иши Матери Дырани. Это молчание благодаря тому, что рассказывает Бхагаватам Великий Предный Иши Матери Дырани. Его молчание говорит больше о ней, чем тама слов, написанных непреданными учеными, которые следуют мифы Древней Индии. Как Шиман Бхагаватам в одной лекции описывал состояние гопи. Он говорил, что эти гопи, вохваченные экстазом любви к Кришне, они хотели бросить все и пойти к нему в лес. И он описывал их состояние, говоря, что там, как он говорит, нет нам дела до семьи, нет нам дела для мужей, нет нам дела до детей, нет нам дела до домашних дел. Кришно. Вот так он сказал. Кришно. И все. Одно слово. Кришно. Мы можем получить полный опыт шилы-правопады, полный опыт, который Вальшинова переживает в своем сердце, не вмещающий в родах трансцендентных эмоций, притекающих из края их сердец, их ума, их чувств, слезами или какими-то волнениями, мурашками на теле, волосами стоящими, какими-то удивительными озарениями, словами, которые они говорят, иногда обращаются к преданным и говорят им о том, что преданные в самом своем сокровенном уголке сознания думают и Прабхана говорит об этом, не понимают. Кришна говорит через него, через Духовного Учителя. Кришна в сердце, Кришна снаружи в форме Духовного Учителя говорит мне об этом. Возможно вместить, поэтому я задавал в смятении думал, как же я вмещу в этот куцый санскрит описание Духовного Кришны. Наверняка будет много ошибок, недочетов, много каких-то несуразностей, нардому не успокаивает. Он говорит, не волнуйся. Просто пиши, даже если эти описания будут неправильны по форме, Авадда Батапи, как он говорит, Тадваги, Сарга, Джанатага, Виплаву, Ясмин, Пратишлокам, Аваду. Даже если в каждой шлоке там будут литературные изъяны, даже если там будет ошибка на ошибке, все равно они смогут произвести переворот в неправильной жизни, сбившейся с пути цивилизации. И наоборот, с другой стороны, слова, которые лишены Кришны, Ачута Бхава Варджитам, Нашобата, Гьяна Маламни Ранджинам, они неприглядно смотрятся, как непристойно. Непристойные слова. Там буквально говорит, Нашобата, Гьяна Маламни Ранджинам, что уж говорить о материальной деятельности. Даже если слова описывают трансцендентность, но лишены бхакти, они непристойны. Приличные люди их не говорят вслух. Такие слова. И даже про себя не говорят. И такие слова, они напоминают место паломничества ворон. Вороны слетаются на них. Если вы видите тучу ворон, кружащихся, о чем-то увлеченно обсуждающих друг друга, так вот, и слетающих, понимающихся, видно, довольные очень вороны, то лучше туда не ходить. Говорят, то, чем они так увлечены, вас порадует. Этот вид этого и запах. Лучше ходи туда, где лебеди. Там они увлечены о чем-то, там наверняка чистая вода. Это известный факт. Экологи могут подтвердить, что лебеди живут только в очень чистых водоемах. Если лебеди завелись в каком-то водоеме, значит, он чистый. Значит, там и рыбы водятся, там и кислороды достаточные, растения, очень замечательно. замечательно. Они не водятся в болотах. И поэтому Нарадамуни говорит дальше в Ясадеве, что и тогда бывает, в Ясаде возникает сомнение, ну хорошо, я пишу, я вдохновлю своим писанием людей следовать этому пути. И может быть, даже некоторые из них, а в Кальюгу большинство, перескочат через все другие методы и ступени духовного возвышения карму, гьяну, йогу и перейдут сразу к бхактии. И не удержавшись на этом пути, поскольку для того, чтобы заниматься бхактией, необходимо абсолютно чистое сердце, и не удержавшись на этом пути, люди упадут снова на уровень гьяны, кармы или йоги. И я тем самым буду повинен в их падении. И Нарадамуни говорит, не нужно об этом беспокоиться. Даже если человек падет, как там говорится в этом стихе, тек-тва свадарма чаранам боджам харяш. Выскочил он, боджам пакут, апатет тату еди. Даже если такой человек тек-тва свадарма предписан ему обязанности, пойдет с этого пути, он еще не потеряет. И человек, который совершенство выполняет свои обязанности на уровне гьяны, кармы и йоги, и не достигает этого вкуса к слушанию о Кришне, он ничего не обретает. Вот сравнительная характеристика двух путей. На этом пути, даже выполняя его несовершенные пады, человек обретает все, а на этом пути человек, выполняя его совершенно, не получает ничего. По какому пути лучше идти? И что же он обретает, сможет спросить у Веса Дева и мы вместе с ним? Он обретает вкус. Он обретает памятование о стопах Господа. Этот вкус, который называется Шимабхабху словом Раса Граха, тот, который преданно держится за него, за этот вкус и не хочет его отпускать. Он вспоминает о него, даже уже в этом падшем положении, как о чем-то очень-очень ценном для себя, о том, что невозможно было сравнить ни с каким другим опытом в этом мире. И даже если преданно не держится за этот вкус, но вкус держится за него, они держатся друг за друга. Кришна сравнивает, иногда мы вспоминаем пример, который приводит в читании Чаритамрити, что Кришна сравнивает с... У Него два есть таких противоречивых качества. Он вначале называется Сникдра, то есть он такой масляный. И в силу такой маслянистости он легко проскальзывает через уши или через глаза в сердце. Такая шутка, что верблюды будут легче продеть через игольное ушко, если его немножко смазать. Кришна смазанный любовью Его преданных, просто любовь называют Сникдра так же. Благодаря их словам о Кришне он оказывается очень легко проникающий в наше сердце. Проскальзывает туда. Мы сами не замечаем, как это происходит. Общаемся с преднами без каких-либо недобрых чувств. Так раз и Кришна в центре. И вы, и потом следующее качество проявляется в Кришне, что он изогнут в трех местах, тогда он проскальзывает обратно, его уже не извлечь. Он то фрейд и зацепится, то рожком буйволином, то павлиньим пером щекочет там внутри. И он в конце концов проявляет это качество, о чем говорят Гопи в читании «Чаритамрати», что ты, Кришна, попадаешь в сердце очень быстро, но потом излечить себя невозможно, потому что ты похож на сок дерева манго, не плода манго, а дерево. из ствола дерева манго течет смола, смоленистый такой сок, похожий на лак. Но если мы здесь говорим про нашу местную флору, можно сравнить с соком пальмы, не пальмы, а сосны, сосны или кипариса, или еще каких-то таких вот хойных деревьев. Он обычно здесь быстро застывает, и люди знают, если дать этому соку попасть на одежду и не стереть его вовремя, то потом можно одежду выбрасывать, он застывает и все. Если этот сок попасть на концу волосы, то все, нужно срезать с волосами, он застывает, схватывается намертво, и невозможно его уже извлечь. Точно так же этот сок, говорят гопи-кришне, ты как сок дерева манго, который проникает в сердце и все застывает там, и уже невозможно, только сердце ему извлекается оттуда. И поэтому в этих стихах Нарадаму не говорит СД, не переживай, просто если человек хотя бы какое-то время проведет в обществе преданных, какое-то время проведет слушание о Кришне, то это сделает его фактически освобожденным. Освобождение для такого человека, для него, и для него становится лишь вопросом времени. Материальная природа уже теряет свою силу над ним, свою власть. Он уже освобожден, пусть даже по-прежнему остается в этом мире внешне, но его материальное существование уже отравлено, как какой-нибудь смертельный яд, или более хороший пример позитивный, эффективное лекарство, есть лекарства от каких-то серьезных болезней, которые достаточно применить всего лишь одну дозу. Принимаешь одну дозу, человек уже считается здоровым, просто проходит время, пока все симптомы не сойдут на нет. Но болезнь подрублена под корень. Уже нет шансов, что человек не выздоровеет. И точно так же любое соприкосновение с преднами Кришны приводит к стремительному освобождению. Пусть это стремительное освобождение растягивается не на несколько лет, а, скажем, несколько жизней, но даже эти несколько жизней гораздо быстрее, чем то, как мы бы рассчитывали освободиться, если бы не было этой встречи с преднами. Не было бы шансов. Поэтому нас называют вечно обусловленными живыми существами. Нет, невозможно предысторию разглядеть, когда мы здесь оказались. И перспектива тоже нам не светит никакая в обе стороны, не те. Но предн обладает способностью ускорять тот процесс, который обычно занимает миллионы и миллионы жизней. Говорит Господь Кришна очень редко встречается такая великая душа, которая после многих и многих рождений и смертей приходит к пониманию того, что Я есть все и занимается практикой предного служения. Сама хатма садур лам очень редко. Но пропадают, да нет, что там редко вот там вот смотрите Махатмы сидят Махатмы Махатмы и Махатмы дамы и господа Махатмы и Махатмы с обеих сторон. Моментально. Благодаря высокоэффективной практике преданного служения в этот век Али. И Ачют означает, мы говорили об этом служении Ачюта, вообще нужно лекцию начинать с тех, которые мы поставили такими трудами на этот стол прочитать вместе. Это я все предусловие к этой лекции. Ачют означает Кришна, который не хочет уходить из сердец своих преданных и не хочет предавать преданных. Он всегда уверенным и никогда их не оставляет. Поэтому все эти имена Кришны, которые в этом стихе Гасашукадема Гаслами говорит, наиболее эффективный способ медитировать на Кришну, сосредоточить свою память на нем в момент смерти, они напоминают не только нам, но и Кришне о чем-то очень-очень дорого моего взаимоотношения с преданными. И поэтому именно они являются самым эффективным способом удовлетворить Кришну. Кришну нужно удовлетворять предлагаем то, что Ему хочется, то, что Ему радует. А что может радовать того, кто радует всех остальных? Что может быть нужно тому, кто ни в чем не нуждается? И даже если он в чем-то нуждается, он в конце концов апта-кама означает, он сам может свои желания исполнить. Более того, даже не сам, у него есть бесчисленные энергии, которые сами удовлетворяют желания Кришны, предвосхищая их. Он еще пожелать не успел, а все готово. Вот так. С вабавик и гьяна бала крича Натасия карьям каранам чавиди и все его энергии владают такой способностью. Антаранга чидш шахти татаст каджива шахти бахиранга майя тина кари прямо бхакти все они занимаются и внешней энергии внутренней пограничной мир и сюда в материальный мир удовлетворяем какое-то его желание. Мы даже не можем не удовлетворять его желание, даже уходом. Какое желание удовлетворяем его? Он может быть если был бы у него выбор у Кришны, он бы предпочел чтобы они уходили и так Шилл Купана объясняет он уговаривает нас не уходить от него. Он несколько раз говорит пожалуйста не уходи ты не будешь счастлив. Но мы ушли но даже наш уход мы его энергии проявляет особое качество в Кришне. Все то что связано с Кришной и с его различными воплощениями Аватарами проявляется в его внутренней энергии. Она проявляет его облик его улыбку его одежду его качество его одежду то есть можно сказать про одежду его дхаму вокруг него его преданных проявляет внутреннюю энергию. Описано в читании Чаритарати в четвертой главе Аделилы. Внешняя энергия Господа Кришны Махамая или Бахиранга Шакти проявляет его величие по отношению к тем обусловленным живым существам которые забыли о нем. Эта материальная энергия очевидно не подчиняется нам и любой поворот этого мира в форме природных катаклизмов в форме законов физики и химии и биологии в форме просто времени хода времени когда Кришна говорит я время великий разрушитель миров все это напоминает нам о неодолимой необоримой власти кого-то кто стоит за этой природой перед которой можно смиренно склоняться как Радонат Махараша рассказывал историю недавно про космическую программу НАСА когда они построили новый аэропорт во Флориде на мысе Канаберал и там должны были запускать какой-то очень серьезный космический аппарат мощная ракета которая одеться мощью ракет между одной из самых мощных двигательных транспортных средств созданных человечеством скорость 11 км в секунду ну то есть там все очень серьезно и вот они построили этот аппарат и должны были запустить как им дали предупреждение метеорологи что налегается тайфун они пытались из-за всех сил понять что же им делать в свежепостроенный космодром водруженный на стартовую площадку аппарат они пытались все свои технические инженерные ухищрения пустить так чтобы понять а что можно делать в конце концов после долгих долгих дней обсуждений ну не дней может у них часы были не дни единственное самый оптимальный вариант был для них нужно бежать бежать и прятаться потому что потому что другому ничего невозможно придумать вот это проявление маха майя которое показывает нам кем бы вы себя не считали дорогие живые существа дорогие десятитысячные кончики волоса кем бы вы себя не считали власть бога выше чем вы причем не всего бога целиком а как там говорится она как тень она как тень кришны послушай следует по воле за волей господа не нужно рассчитывать получить от маи что-либо что выходит за рамки нашей кармы говорится в 11 песне бхагаватам полубоги агенты маи могут дать нам только то что заслуживает наша карма они называются там карма сачивага они как тень которые отбрасывают наши кармы поэтому могут дать нам только то что карма нам разрешает в отличие от саду и кришне которые дать нам могут что угодно могут ничего не дать поэтому людям не нравится кришне предаваться там невозможно предугадать что получишь на выходе вкладываешь 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 он как черная дыра и пропадок говорит да вот это наша азартная игра предайтесь кришне посмотрите что получится может не получится ничего так мы вот наш азарт и поэтому майя проявляют внешне вот это вот могущество господа его власть его аишвари величие а что же проявляет пограничная энергия татасха шакти внутренне проявляет сладость внешне проявляет могущество пограничное что проявляет милость сострадание милосердие вот это она проявляет мы ему не нужны объективно но при этом он водится с каждым из нас с незапамятных времен сопровождает нас как параматма в сердце соглашается удовлетворять наши дурацкие и абсолютно недостойные осуществления желания идеи ну ладно хочешь ну бери уже не хочешь ну извини я в следующий раз буду просторопнее и ждет самое интересное что выполняя все наши желания и не шантажирует нас тем что он эти желания исполняет выполняет выполняет желания всех живых существ Господь при этом не шантажирует нас исполнением этих желаний он просто ждет когда наевшись этих материальных желаний и поняв что в них нет ничего кроме разочарования живое существо само собой благоволит повернулся необходимо лицо начнет озираться по сторонам шишит что-то другое из чего-то еще в этом мире кроме вот этих материальных желаний которые делают нас еще вיבUS и ses исполнением Есть две категории несчастных людей в этом мире. Люди, которые не получили то, что хотели. Люди, которые тоже получили то, что хотели. Самые несчастные, те и другие. И вторые несчастные, потому что они уже не знают, чего хотеть. Всего уже хотели, получили и разочаровались. И теперь что? Начинают озираться по сторонам. Озирание по сторонам сравнивается, можно сказать, как гьяна, йога. Что-то на смену кармы. Человек еще не смотрит на Бога, но уже начинает поворачиваться чуть-чуть. То есть, чтобы можно было заметить его боковым зрением. Какой-то отблеск, сияние. Боковое зрение у нас периферийно, не очень отчетливо. Но существует только для того, чтобы опасность замечать. Какое-то шевеление, чтобы можно было вовремя отреагировать, убежать. И вот они поворачивают головы, потому что уже не могут смотреть на то, что они смотрели все это время, видели перед собой. И каким-то боковым зрением могут видеть отблеск, сияние на ногтях Господа Кришны. Как там говорится, Коти. Сияние на его стопах, кончиках ногтей на его стопах, до которого лететь не могут великие муни-пунгава, великие муни. Буквально пунгава означает бык. И муни-пунгава означает быки среди муни, среди мыслителей. Не могут добраться до его кончиков на ногах, даже до сияния, несмотря на естественные усилия в течение очень-очень многих лет, миллионов лет. Но в конце концов Кришна ждет, что мы повернемся к Ему лицом. И для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы кто-то отсюда, со сферы нашего восприятия, сказал им, а посмотри, что у тебя за спиной. Знаете, как в детстве мы играли иногда. За спиной. Сейчас поворачивайся. И таким восторгом они видят, кто стоит у вас за спиной. Говорят, посмотри, кто у тебя за спиной. Они говорят об этом с таким восторгом в глазах, неподдельно. Это не наигранное. Они реально видят Его. Кришна, который сам на себя внимания не оборачивает, не обращает, но они могут. Они заходят с этой стороны и говорят, посмотри, что там за спиной у тебя. Майя бьет нас, поэтому мы отворачиваемся, учимся уворачиваться от ударов, но не поворачиваемся к ней спиной, тем не менее. А предные говорят, смотри, кто у тебя за спиной. Кришна. И когда они говорят о нем с такой любовью, с таким восхищением, с восторгом в глазах, по их глазам, по этому восторгу, с которым они говорят о нем и смотрят на него, мы можем понять, что мы что-то упускаем. И сразу поворачиваемся. Вот так действует присутствие преданных в нашей жизни. Все ускоряется. И те тысячи и тысячи жизней, которые бы мы должны были провести, чтобы просто разочароваться в материальном мире, и чтобы просто понять, что есть что-то за этим материальным миром. Вернее, не что-то, а кто-то. Как об этом говорит Кунти-деви. Есть кто-то за занавеской. Кто, непонятно. Можно понять, что кто-то есть просто по шевелению занавески. Там шевелится кто-то. Но даже это шевеление можно объяснять, как, ну, может, ветер подул, может, мышь пробежала, может, просто занавеска так вот и сидит, нестабильный калм, сама колышется. Все это различные философские теории. Теории санки, теории йоги, теории мимамсаки, теории материализма, в конце концов. Грубого материализма. Завеска сама колышется. Без какой-то внешней причины. Но она говорит в этом стихе, нет, майя джавани качканан, ты скрыт, завесы май, но ты колышешься, она колышется из-за того, что ты находишься за ней. Ты выходишь на сцену, как актер, который переодевается в разные виды одежд, наносит разные гримы, разные маски надевает иногда, вот как и знаменитые актеры в свое время. Райкин был мастер на перевоплощении. Он забегал за кулисами, он забегал сразу в новом обличье уже. И невозможно было его узнать. И точно так же ты, Кришна, приходишь сюда в этот материальный мир в различных обличьях, как актер на сцене. Но твои преданные всегда ведут тебя и всегда распознают тебя. И даже когда скрыт занавеской этой майи, закшевелением майя, они узнают тебя об этом безошибочно, благодарят тебя за все то, что происходит в твоей жизни. Ната, Натя, Даро, Итага. И Кришна приходит преданным в словах его великих слуг, чистых преданных, которые приходят сюда ради нас. И им прекрасно жилось, вот Кришна в духовном мире. Единственное, что омрачало их присутствие, их жизнь, вечную жизнь на планетах Вайкунхи. Вайкунхи – место, где нет беспокойства. Давно беспокойство, но все-таки есть, оказывается. Не рассчитывайте, дорогие преданцы, что, вернувшись на духовный мир, вы будете полностью лишены беспокойства. Вы уже прошли этот тренинг здесь, в Искон, который приюсил нас жить беспокойствами других, жить ради счастья, ради спасения других. Это наш, как говорит Шивопад, об этом наш семейный бизнес. Большая шика пробовал свою книгу. Наш семейное дело. Жить ради других. Третья Песня Бхагава этим стихом очень точно описывается то, что вложил, как наш семейный бизнес, как наши кредо, как нашу корпоративную этику, если вы хотите, в конце концов, Шивопрабхада. Он говорит, «Джанасия, людей Кришнат Вимукасия, людей, которые Кришнат Вимукасия, отвернувшись от Кришны, людей Кришнат Вимукасия, отвернувшись от Кришны, Адгарма Шиласия, поэтому живущих безнравственной жизнью, Адгарма Шиласия, буквально Шиласия означает украшенных или отмеченных Адгармой, у которых печать Адгарма на лице. Видели таких? В зеркало иногда. По утрам. Мы потом себя знаком Адгармой метим, телакой, да? Но тем не менее мы видим, куда смотрят наши глаза, о чем думают наши умы, куда тянутся наши чувства. Адгарма Шила. Это вшита в нас Адгарма. Греховность какая-то врожденная, вложенная в нас в эти веком Кали. Мой ее продукт. Есть люди в Индии, которые рождаются уже с тилоками на лбах, так называемые вайка и носы. Там очень строго проводят церемонии, очень такая замутая община, мне рассказывали люди, которые соприкасались с ней, где отец и мать проводят все эти необходимые обряды при зачатии ребенка, живут очень чистой жизнью из поколения в поколение. Дети у них рождаются с тилоками на лбах. И даже под такие звуки небесных музыкантов. И у них нет ни грамма склонности к греховной деятельности, им легко жить к греховной жизнью. Они удивляются, а как можно по-другому? Таких единственных все меньше и меньше, а других все больше и больше. Сколько их там, 7 миллиардов, да? И продолжает увеличиться количество. Адарма шилась. И поэтому следующие судуки-тося, поскольку они адарма шила, живут с печатью адармы на лбу. Судуки-тося, они очень несчастные. Су-ду-ки-тося означает не только несчастные, но и умудряющиеся в свои несчастья создавать и увеличивать разнообразными способами находить все более и более заощренные способы несчастья. Ануграхаеха чарантина нам, и поэтому такие люди, как ты, обращается из дурок Майтреи, ануграхаеха чарантина нам, ради таких людей, как вот только что описанные мною. Чаранти, вы, великие души, странствуйте повсюду, своими стопами путешествуйте, перемещайтесь на других транспортных средствах. Чаранти, ну нам, бутани, бауяне, джанарды на себя, передавая им, бхакти Кришни. Только ради них, никакого другой причины для вашего пребывания в этом мире нет. Вы уже освобождены, вы спасены, вы можете жить по праву в духовном мире, никто вас не выгонит оттуда. Хотя, Шилапвупадов говорил однажды, он проговорился, беседе с пребывами, я помню, это было в Лос-Анджелесе, если не ошибаюсь, на утренней, во время утренней беседы, в комнате они сидели, это было утреннее, может быть вечернее, но солнце находилось с низким горизонтом, озаряло своими мягкими лучами Шилапвупадов, он сидел с нескими учениками, это был Бавананда Прабут, Амал Кришна Махарадж, и еще кто-то, и Прабута сказал задумчиво, вот, был с Кришной в Духовном мире, и Кришна сказал мне, не мог бы ты сходить в материальный мир, и я сказал, я не хочу, Кришна, от тебя уходить, и Кришна согласно этому и этой истории сказал, сходи, ну, очень быстро, сходи, напиши свои книги, и сразу возвращайся обратно, а я все остальное сделаю сам, книги просто напиши, потому что Кришна знает, что только преданный Кришне может так написать, а Кришне, что любовь преданных Кришне, этого преданного Кришне, преодолеет барьер зависти Кришни, который есть у всех у нас, преодолеет барьер невежества, преодолеет барьер неверия Бога, я знаю, что многие, я знаю это из внутренних источников, что многие священнослужители других религиозных традиций, я не буду говорить каких, чтобы их не компрометировать, читают книги Шилы Павпады, хранят они себя их, на заднем ряду полки, заставленные другими книгами, потому что время от времени, когда не верие в Бога, а такая вещь, потемки сознания, потемки души приходят каждому идущему по духовному пути, рано или поздно, как проверка, как испытание, чтобы там в этих книгах Шилы Павпады найти соприкосновение с Божественным, продолжать наполненные верой идти по своему духовному пути, все нормально, Бог на месте. Вот так. Напиши свои книги, эти могущественные книги, которые так говорят обо мне, что люди завистливые и неблагочестивые люди в принципе недоступны заниматься духовной практикой, у них другие васы, другие желания в сердце, которые как тучи, как туман заслоняют меня от их глаз, чтобы они повернулись ко мне и начали жить духовной жизнью. И возвращайся сразу обратно. Поэтому да, в духовном мире нет никаких беспокойств, кроме одного. Беспокойства преданных о том, что Кришна, которому он время от времени иногда, если доверяет им, очень сильно открывает свое сердце и показывает им, что да, хотя я счастлив с вами и никак не выказываю свои печали, но на самом деле в моем сердце есть печаль. О всех этих несчастных, живых существах, которые находятся, решили забыть обо мне, находятся в материальном мире. И поэтому Шиллупада пишет первая песня Шима Бхагаватам. Поскольку ему открылась природа такой взаимозависимости между преданными и Кришной, как он сам об этом пишет в шестой песне Бхагаватам, он говорит, самая главная черта или аспект самодостаточности Бога заключается в том, что он во всем зависит от своих преданных. И полагается на них. Это его самодостаточность. И он дальше говорит, называется беспричиной милостью. И тому, кто, кому открылась природа беспричиной милости, может принять взаимоотношение слуги и господина. И Прабхатиян открылась. Поэтому он пишет в первой песне Бхагаватам, что пока живое существо не возвращается обратно в духовный мир, ни оно, ни Кришна не мог быть полностью счастливы. Но про нас понятно. Почему? Мы как рыба без воды. Но почему Кришна не может быть полностью счастлив без нас, без каждого из нас? Как будто ему нас не хватает. Потому что любит. Никакого другого объяснения нет. И любовь эта проявляется через слова, через поступки, через проповедь, через присутствие в нашей жизни великих душ, такие как Шриотвупада. Они, с одной стороны, чувствуют наше страдание, передает это страдание Кришне, называется сострадание. Кришна через их сердца чувствует нашу боль. И с другой стороны, вот Кришна не передает нам Его милость. даже как вот нервное окончание, если я испытываю боль, то нервное окончание передает в мозг информацию о том, что что-то не так с этим пальцем. И что делает мозг, командует, отверни пальцы. Или наоборот, там, если что-то приятное, да, больше, наслажняйся. И так далее. Реагирует точно так же Кришна через преданных, которые действуют как Его сенсоры, как Его чувства, нервное окончание. Чувствуют ими нашу боль. И через них же дает нам то, в чем мы нуждаемся. Поэтому книги Шива Крупады, которые мы на самом деле должны обсуждать всегда на всех наших программах, иметь их, читать и перечитывать. Когда приезжаешь к преданным домой, видишь полный комплект Бхагавы там на полке, но подходишь к ним и смотришь, что ты, похоже, первый, кто его открывает, потому что все странички еще слипшиеся, раскрываешь такой приятный хруст свежие, открытые книги. Грустный хруст. Они должны быть перечитаны до дыр, должны быть закладки, потому что на каждой странице Пхагавада дает нам возможность встретиться с Кришным лицом к лицу. Об этом пишет в первой песне Бхагавы там сам, еще до того, как он приехал на запад, в той самой первой песне, в третьей главе, которую он писал еще, видимо, где-то там, в 50-м каком-то году, 58-м, 59-м, может быть, 60-м году, где-то он там на машинке набивал в Радва-Дамодаре эти строки, в которых он пишет каждый, можно представить, как машинка, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук, каждый может встретить Кришну на лицом к лицу на странице Бхагавата. Пишет он на английском языке, в первый раз Бхагаватом звучит из устреданного на английском языке на страницах в виде печатного издания. На его страницах. Никакие другие страницы он не мог в принципе иметь в виду, потому что он был единственным. Вообще Бхагаватом не было, было всего несколько сотен, может быть, страниц напечатанных. И Пропаду уже тогда писал, каждый может встретить лицом к лицу Кришну на странице Шима Бхагаватом. Секретом постижения Бхагаватом, секретом увидеть Кришну Бхагаватом лицом к лицу на его страницах является слушание Бхагаватом из уст достойной личности, такой, как Шукадема Госпами это единственный секрет постижения Бхагаватом и другого не существует, говорит он. Открывай нам секрет самых первых страниц. А для этого нужно внимательно слушать, есть качество слушания. И дальше Пропаду говорит, никто не может слушать Бхагаватом не обладая чистым умом. И на этих словах должна там всем отключая меня должны стать и уйти. Типа, о чем я здесь делаю? 95% кроме тех самых вайкайносов, которые с телоками раздаются. Дальше он говорит, никто не может обладать чистым умом, если он нечист в поведении и поступках своих. Дальше он говорит, никто не может иметь чистоту в поступках, если он нечист в идеях, не совокуплении обороны. Четыре вещи. И дальше Пропада, видимо, превосхищая уныние на лицах своей аудитории, говорит, ну так или иначе, если человек просто слушает Бхагава там из уст достойного представителя Шукады Магасвами, он обязательно видит Кришну лицом к лицу. Если мы вообще хотим увидеть Кришну лицом к лицу, вот он перед нами здесь, в этих страницах. По милости Шивопрапада, заключенная в каждой строчке. Какие-то из этих строчек позволяют нам увидеть Кришну непосредственно, описывающий его облик. Сьямамхиранья паридим ванамалья парха датум праваха на тавеша ну вратамсы. Десятая песня Магау там говорится, как Кришну представил в глазам Жон Брахманов. Шьямам темно-синего цвета. Хиранья паридим ответы в одежде хиранья. Что такое хиранья? Золото, золотого цвета сияющий золото. Ванамалья с гирлянды из лесных цветов. Бархи дату праваха на тавеша. Немножко сложнее. Это тот, кто украшен бархой, подлинным пером и на тавешам и он одет также украшен различными побегами свежей распустившихся цветов. На тавешам одет как актер на тавешам. Разодет и весь пух и плах как актер одевается. Какие-то блестки, стразики и что-то там еще сваровские. Все остальное. У современных актеров и актрис Кришна разодет. Так что привлекать внимание к себе. когда Амата Жиримуна, о котором мы рассказывали вчера, училась поклоняться божествам, она у Шевропада получила наставление одевать божества нужно так, чтобы одежды, надетые на них, привлекали внимание божествам, а не к себе. Они должны быть как линзы, концентрирующие внимание на божествах. Как-то нужно так вот все смотреть, ставить на божества, смотреть, получилось или нет тех, кто надевал их сегодня. Вот так украшать, одевать, чтобы все концентрировалось на них, на них отвлекало. И вот он так надавяешь, одет в удивительной одежде. Кришна знает, как одеваться, когда они пришли с Баларамой в Мадхуру и по дороге они, как можно сказать, зашли в бутик, потому что там был красильщик Камсы и они попросили у него вежливо пожалуйста, дай нам. Ак-ты что-то они стали, а он стал. говорить очень грубо в ответ. Они в конце в конце концов взяли то, что хотели у уже мертвого красильщика. И потом там Кубжа шла, они оделись очень красиво. Кришна оделся в светлые одежды, потому что они оттеняли красоту его темного тела. А Баларама наоборот в темные, которые бы оттеняли красоту его белого тела. И потом Кубжа пришла с этими притираниями и драгоценными сандалами, различными кремами и мазями и косметикой, которая подначалась для Акамсы. Но Кришна взяла это все у нее и они раскрасили друг друга очень красиво. Баларама поставил Кришне на лицо точки белого цвета, светлые, а Кришна в Балараме темные, чтобы красота усиливалась таким образом. Не усиливалась, но была более заметна. Вот так, Натавяша Анувратамсы, и он там сопровожденный был со своими друзьями, и он непонужденно опирался на плечо одного из своих друзей. Анувратамсы, Виньяста хаста матаряна донана мабжем от другого реки, он вращал непонужденный лотос. Представьте себе, вот если стоит и вращает лотос и смотрит на вас, что это значит? Много чего значит на самом деле. Представьте себе, если кто-то там из, ну, может быть, не вы, но кто-то, девушка, приходит на свидание, наверняка кто-то из вас когда-то ходил на свидание, иначе бы и так далее. Вот. Вы приходите на свидание, допустим, и юноша, который ждет вас, он стоит, опершись на колонну и вращает букет в руках. Что это значит? Значит, он же заждался. Много чего значит, да? А заждался, значит, он ждет, и значит, свидание с вами ему очень дорого, но он, если бы не было дорого, он бы ушел. Настало 5 часов? Нет, ну ладно, пойду. Нет, стоит, ждет, и уже начинает нервно вращать этим букетом в руках от нетерпения. И что там потом говорится, потом они видят эти волосы, натереть волосы на голове Кришны, который украшает его, оттеняет его, лицо, обрамляют вьющиеся волосы, сине-черные серьги в ушах и заткнутые за уши кувшинки. И потом улыбку они видят. Последнее, что они видят перед тем, как в обморок упасть от счастья. Вот это Кришна, это его облик. И он проявляется таким образом в сердцах Варишнанов, которые внимательно слушают Сашиман Бхагарат. Каждый из нас может встретить того Кришну, который нас ждет там. Сколько уже две юги больше, чем положено. И наше путешествие туда Кришне, в лес, где Он ждет нас, начинается с ослушанием. Так же, как в истории с пра жен Брахманов, их путешествие Кришне началось с ослушанием. Они выходили на покупки в Ориндаван, потому что их мужьям нужны были ги, йогурт, масло, молоко для проведения жидоприношений, овощи, фрукты и все остальное. Они ходили туда, в этот Вриндаванский рынок, покупали там все это у Гопи, как-то обменивали на какие-то другие продукты. Не знаю, как там осуществлялась экономическая торговая деятельность. Но, когда они соприкасались с Гопи, там говорится, они постоянно слушали о Кришне. Дирдаш Дирдашута Двидашия. И поэтому в их сердце появилась огромная надежда на встречу с тем, о ком говорили из Гопи с такой любовью. И как только у них появилась возможность послужить Кришне, как только, когда они созрели. Созрели, означая, что теперь можно просить служение сделать. Вот как Экобакта Прабу, как руководитель вообще знает, что есть категории преданных, которые пока не нужно ни о чем просить. Нужно просто за них заботиться, давать им что-то, кормить, отвечать на вопросы и так далее. Но потом, когда преданный сам подходит и говорит, ну а может что-то можно сделать. Все, он готов. И то нужно выбирать, что давать. Не все виды служения преданных готовы с одинаковой радостью выполнять. Но эти жены Брамана были настолько вдохновлены в слушании, в регулярном слушании, они уже сами ждали, когда можно что-то пойти купить, чтобы получить оправдание, повод пообщаться с Гопи о Кришне. И поэтому, как только у них произошла, у них появилась возможность, мальчики-пастушки пришли к ним и сказали, там Кришна голодный, можно ему покормить. Вместо того, чтобы действовать рационально, как должны были изжемные Брахманов, они в конце концов тоже должны быть отличаться благоозумием, браманическим разумом. Должны вот сколько человек посчитать, два кувшина. Нет, они все собрали в доме и побежали туда. Несмотря на то, что на их пути встали мужья, не шли демана по тебе, их мужья сказали, куда вы с едой? Оставьте еду, идите, да? Нет. Они без не собирались уходить никуда. Их отцы, их братья, их старшие сыновья, вся мужская часть их поселения встал у них на пути, говорит, да куда вы? Но они в этом стихе сравниваются, ведущем стихе сравниваются с реками, их называют немного, они как реки потекли туда, откуда их звал Кришна, на служение. И поэтому никакие препятствия на их пути не могли помешать им. Точно так же мы, когда мы слушаем о Кришне регулярно, к чему должно привести это слушание о Кришне? К тому, что у нас появится горячее желание сделать что-то для Него. Что попросят? Что попросят старшие преданные, что попросят Хайшнавы, с которыми мы вместе служим? Что нужно? Это настроение гопи, которым заразились Жанны Брахманов. И Шивопрапада объяснял для нас, что здесь демистифицировать эту тему про гопи, гопи-бхава, что-то такое, чтобы не было никаких превратных толкований этой темы в наших еще не готовых для полностью буквального прочтения умах и сердцах. Шивопрапада объясняет, что такое гопи-бхава для нас. Он говорит, гопи-бхава, он объяснил Тамал Кришне Махаража, когда тот Санясу получил. И Саняса получает еще две дополнительных мантры, которые они читают в дополнении к семи. И одна из них гопи-бхава мантры. Тамал Кришна Махаража спросил Шивопрапада за гопи-бхава мантры, как не медитировать на ее смысл. Гопрапада очень просто. Делай все, что нужно для Кришны, не считая Своим собственным комфортом. Это гопи-бхава. Это суть. И вот повторяя святые имена, общаясь с преданными, читая бхагаватам, приходя и поклоняясь божествам и живя в святом месте. вот здесь мы находимся на святом месте. Роман Ретти. Мы вчера об этом говорили. Тоже Роман Ретти. Оказывая здесь мы имеем шанс развить умонастроение, которое невозможно развить никакими другими способами. Только соприкасаясь с их носителями в форме книг Шива Пропады, его лекций и проповедей слов тех, кто верно следует по его стопам, это бережно передается по цепи ученической преемственности, доходит на нас в форме вот этих простых программ созданных Шива Пропады для того, чтобы каждый из нас мог воспользоваться этим шансом и попасть к той же самой цели, к то же самое место, откуда они приходят за нами. Так они нас туда и поэтому эти воскресные фестивали являются для нас возможностью эту дорогу для кого-то начать, для кого-то продолжить, а для кого-то впитав в себя то, что мы слышим здесь каждый день, я стараюсь впитывать, оставлять в своем сердце то, что вдохновляет нас и зажигает наши сердца вот этим желанием служить Кришне, для кого-то из нас это будет последним трамплином перед переходом в Духую другое состояние, другую реальность, где нет смерти, где есть Кришна. И здесь тоже смерти нет. Шрива Прапада пишет об этом, вернее, говорит о одной лекции по 16 главе первой песни Бхагаватум. Он говорит, для прятных смерти нет. если они слушают о Кришне Харили Ламрита Вачага Если они слушают о Кришне то делают это каждый день строить свою жизнь вокруг этого, тогда для них смерти нет, она для них умирает. Смерть умирает для них. Она для них просто формальность формальность официальный бизнес говорит Шрива Прапада. Они закрывают глаза здесь открывают там нет больше смерти нет больше смерти и преданных могут не проявлять никак этого величия вовне. Они могут быть вполне простыми вайшнавами и вайшнавами ничем особо не выделяющимися не сияющими как-то так вот сиянием каких-то душесчипательных и головокружиц не дающие какими-то особыми достижениями на поприще проповеди может быть не отличающимися но если они просто сохраняют верность и веру то они уходят туда откуда их хочет откуда их зовет Господь Кришна через слова Шрива Прапада Духовного Учителя Мне почему-то сегодня вспомнилось Матэжи Гопи помните эту вайшнави замечательную которая ушла в 2014 году 7 лет назад она как раз получила второе посвящение 20 сентября то есть завтра я не помню какого года 2013 или 2012 года Нишил Ниранжи на Махараджи и я с ней конечно не знаком так близко как вы но несколько раз мне доводилось переводить в группе которых она так же была и так же один раз или два раза она была на даршни Шрива Ниранжи на Махараджи и было видно как глубоко благодарен Шрива Ниранжи на Махараджи на самое лучшее слово тем вайшнавам вайшнаве которые так бережно относятся к тому дару Шрива Прапады простому но бесценному которые духовно передают как это Матаджи Гопи которая очень смиренно служила вайшнавам она жила в Бахчисарай насколько я помню как она дорожила этим всегда оставалась очень скромной смиренной очень любила вайшнавов и вайшнавы отвечали тем же самым вспоминали как ее провожали преданные она была окружена как я слышал большой любовью и заботой вайшнавов ушла без сомнения туда откуда мы все пришли в духовный мир и она по-моему не единственная в этой ядре которые шли таким образом у нас все больше и больше своих этих небесных покровителей становится и покровительниц и такие уходы из этого мира они являются одним из самых лучших и самых убедительных доказательств правдивости слов Шрива Прапада потому что можно говорить что угодно можно что угодно сочинить можно что угодно придумать сконструировать какой-то мир какую-то философию которые знаете люди увлеченно живут какой-то другой реальности своей вот как книги Толкина например Вестерин колец в свое время читал целая вселенная там все и карты есть имена родословные и свои законы и свои какие-то там все истории там можно жить остаться там и там же умереть кажется все очень убедительно проблема лишь в том что это ни к чему не приводит вовне наружу кроме усталости разочарования это иллюзия весь материальный мир вокруг нас такая же иллюзия когда-то мир Толкина или Гарри Поттер или каких-то там этих всех придуманных миров в которых люди живут живут танки я не играю мне просто и знакомые предные которые не могут избавиться от этой привычки рассказывать как там все что-то там понимаете мир такой же такая же игра фантасмагория но к счастью для нас ващнава проникает в эту фантасмагорию сюда чтобы вызволить нас отсюда и делают они это очень легко и непринужденно своим личным примером говоря нам как мы вчера говорили читая этот Бхаджан Шивы Бхактина Такура Амар Сангичалу пойдем со мной Махаджан Иркатчинджай пойдем встретимся с Махаджаном пойти по виду пойдем мы доверчиво идем и оказываемся здесь в обществе премных единственное что теперь нам нужно делать это продолжать каждый день идти по этой дороге и так же чтобы по-настоящему вызвать благодарность Шилпупады Кришны Господа Читания и Махапругу чтобы заслужить их особой милости нужно помогать другим на этом пути другим закрывать глаза на недостойные нашего внимания вещи типа всяких проблем в этом мире которые будут пока мы здесь и пока здесь в этом в каком-то месте в каком-то помещении в каком-то обществе больше двух людей всегда будут какие-то больше одного на самом деле всегда какие-то будут возногласия всегда не обращать внимания на эти ничтожные не заслуживающие наше внимание вещи не раздувать их в нашем представлении в какие-то гротескные и абсолютно непропорциональные формы переступать переступать через них и идти не сводя глаз с той цели которая становится привлекательной и привлекательной вот что достойно вот что достойна цель жизни а все остальное все остальное есть у всех остальных а нам нужно что-то что ни у кого нет и это Кришна и к сожалению мы так и не прочитали текст надеюсь вы прочитали благотовали меня уже и у нас уже половина третьего и нам нужно закончить дозволенные нам речи но я прочитаю все-таки тексты комментарии на самом деле они очень честно связаны с тем что сегодня я говорил вдохновленный этим этим стихом я размышлял о чем сегодня говорить Сергей спросил требует текста я дал текст вот текст есть но я его прочитаю и прочитаю привод комментарий к нему шил пылпады потому что мы должны все-таки опираться на то что говорит и пишет шил пылпады и обсуждать его слова надеюсь ничего из того что я сказал сейчас в качестве присловия к этому текста не было словно на чем-то другом кроме того что я услышал от шилы пылпады я старался по крайней мере и поэтому в качестве промана или подтверждения того всего того что я сказал я могу читать этот текст и комментарии к нему шилы пылпады нам похоже нужно прочитать что звучит иронично в конце лекции а не в начале ом намо bhагавате vasudevaya ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАРИЯ СВАЯМ САМУТИВЬЯ СУДУСТАРАМ ДЮМАН СВАЯМ САМУТИВЬЯ СУДУСТАРАМ ДЮМАН ВАВАРНАВАМ ВИМАМ МАДАМ РАСУХРИДА ВАВАРНА ВАМ ВИМАМ МАДАМ РАСУХРИДА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодаря этому человеку становится легче Достичь высшей цели Итак, обязанность Ачарии найти для преданных способов служения Господу в соответствии с предпишаниями шастер Например, Рупа Госвами, что поможет будущим поколениям преданных, писал книги о преданных служении, такие как Бхактира Самрита Синду Это значит, что Ачарии должны издавать книги, которые помогут людям обратиться в служение Господу и по Его милости вернуться домой к Богу Последователи Теперь еще внимательно, пожалуйста, послушайте Еще внимательно Все важно здесь, но здесь еще не важный, особенно важный фрагмент его комментария Шивопрупады Последователи движения сознания Кришны идут тем же путем Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности, невозволенного секса, употребления дурманивающих веществ, мяса и азартных игр и каждый день повторяют 16 кругов Харик Кришна Махамантры Таковы авторитетные наставления Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять Святое Имя, надо не пытаться подражать Харидасу Тхакуру, а применять его метод Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанного в книгах и других произведениях авторитетных наставников Ачаря дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль, лотосный стоп Господа и те, кто строго следует Его указания, в конце концов, по милости Господа, достигнут цели Этот метод называется Ачарья Сампродая Вот почему говорится Сампродая Вихинае Мантра Сте Нишпала Матага Панмапурана Ачарья Сампродая абсолютно авторитетна Поэтому человек должен принять Ачарья Сампродаю, иначе все его усилия окажутся тщетными В одной из песен Шива Нарутам Даса Тхакура есть такие слова Человек должен поклоняться лотосным стопам Ачарьи и жить в обществе преданно Тогда его попытки пересечь океан неведения непременно увенчаются успехом Я хотел почитать еще один текст, без комментариев, просто текст Который тоже произносит полубоги Этот стих принесет полубогами Господу Кришне, который находится в лоне матери Деваки И через текст есть еще один очень вдохновляющий текст, который они говорят, обращают к Господу Верховная Личность Бога, Повелитель Богини Просветания, даже если преданный исполни любви к тебе, сходят с пути преданного служения Они не падают, они падают не так, как непреданные, ибо ты все равно защищаешь их Благодаря этому они бесстрашно шествуют по головам своих противников и продолжают совершенствоваться в преданном служении Говорят полубоги А в тот случай, если вдруг на нашем пути через океан материального существа не возникнут какие-то препятствия В этом стихе полубоги сравнивают Лотосные стопы Господа Кришны с лодкой И они говорят, что Ачария эту лодку, этой стопы превращает в форму конкретных методов преданного служения Пропадна говорит в своем комментарии Вот четыре принципа, шестнадцать кругов Это авторитеты наставления Они уполномочены Кришной Это означает, что они настолько же действенны, как другие, более сложные наставления преданных из прошлых веков Прачи-на-на-баджана-матулам-душ-каром-шин-вату-ми Говорит Трубогасвами Когда я слышу о трудном преданном служении Которое выполняли преданные в ранние, в прежние времена У меня, он говорит Сердце, джалати хридаям Когда я слышу об этом Нирья сина, джалати хридаям Бхакти леши аналасаси У меня сердце сжимается от боли Потому что я так жить, как я не могу Я ленив, у меня даже бхактии на йоту нет И поэтому сердце у меня охвачено, горит от отчаяния Нирья сина означает отчаяние Но, когда преданное служение нам дают все ваишнамы Великие, уполномоченные Господом Кришной Ачарей Которые могут вымолить у него согласие Принять тот метод, который они дали нам как авторитетный Как полноценный То тогда у нас есть шанс Шила, Гирираш, Махараш, комментарии, лекции по этому стиху Приводит пример, который слышал о Шиле Попаде Шиле Попаде говорит, что Это как если представитель какой-нибудь торговой фирмы заключает контракт Строительный контракт, например Он представитель строительной фирмы И он заключает контракт на строительство И по тем или иным причинам заключает контракт на очень выгодных для заказчика И не очень выгодных для фирмы условиях Подписывает и приносит к своему начальнику Вот, подписал Начальник Прабхупады говорит, конечно, недоволен тем, что контракт такой невыгодный. Но делать нечего, это уже юридически обязывающий документ. Нужно выполнить условия контракта. Дом будет построен. И точно так же говорит Шрила Прабхупада, сам он, такие как у начальи, от имени Кришны подписывают контракт. Четыре принципа, шестнадцать кругов. Что? Вот этих, за это, туда, это как? Контракт подписан, делать нечего. И поэтому лотосные стопы Господа, ачарь, превращаются в такой корабль, взойдя на который, человек может переправиться через океан материального существования, описанное здесь как баварным амбимом. Бимом означает ужасный, наводящий ужас. Бима, или бима, или бишма, это то и другое, значит одно и то же. Наводящий ужас. Устрашающий. Но они, адабра соухрида, они ко всем неизменно дружелюбны, ко всем падшим душам. И поэтому дают нам метод, и этот метод такой удивительный, что не то, что этот корабль, знаете, ослащенный по всем, по последнему слову, технике, со спасательными шлюпками, если что, там спастись бег с томатомящего корабля. Нет, с какими-то увеселительными заведениями. Хотя корабль, который дал нам Шри Пропада, напоминает такой целый мир. Как у Кардаумуни был летающий самолет, целую планету он создал, где можно было бы жить беспечно. Там было все необходимое. Точно так же и скон, который дал нам Шри Пропада, можно не выходить за его рамки всю жизнь. Как я знаю одного премного, который во Вриндаване, ученик Пропада, он поселился в Кришна Баларамадире всю свою жизнь и выходил за ворота. Кришна Баларамадире прям там и жил, и там и ушел. Насколько я помню, я там про него рассказываю. Ученик Пропада и всю служить. Он там все на... Он говорит, а здесь все есть, все святые места, все здесь есть. И Кришна Баларамадире, он прям там и жил. Но этот корабль такой удивительный, что не то, что он отправляется в дальние плавания, потом много-много суток он плывет. Сколько полос Шри Пропада через Индийский, Атлантический океан, кто может вспомнить? 36 ночей и 37 дней получилось. 73 получается общей сложности, насколько я помню. А тут такой удивительный корабль, что просто взойдя на его борт, оказывается, что океан, огромный, непреодолимый океан, съеживается до размера лужицы вслед от телячьего каплица. И плыть никуда не нужно. Так объясняют Ачарии, говорят, они просто переступают через этот океан. Своям означает легко. Причем не сами Ачарии, Ачарии вообще не нужно никуда плыть. Они всегда освобождены. Но они для нас оставают этот корабль здесь, на этом берегу, что мы, взойдя на него, могли бы последовать по их стопам и плеть. Так же, с такой же легкостью на другой берег. Очень просто. И правда, поэтому, комментарий Вишнад Чакова говорит, что эта милость проявляется в двух формах Ачарии. Они оставляют свои книги, и они оставляют свое движение. Что-то это вам напоминает? Да. Вот это корабль. Книги и движения. И нужно просто оставаться на борту. Да, там иногда качает. Иногда морская болезнь. Да такая сильная морская болезнь, что может хочется выброситься за борт, но там еще хуже. Здесь хоть есть надежда отлежаться там как-то, прийти в себя, выйти зеленую на палубу. Нет, не прыгайте. Оставайтесь, пропаду приводит, например, оставайтесь на корабле, и он обязательно доплывет вместе с вами на борту, на другого берега. Все, дорогие преданы, я уже безбожно превысил линию твоего времени. Без 15.3. И прошу прощения, Викопакты, прагу и всех остальных за то, что это сделал. С непривычки. Си-вопрапады ки-джайи. Крантарадшима-бхагаватам ки-джайи. Сама-юта-бхагта-вринда ки-джайи. Говра-примананде.